полина пишет ты прекрасно рисуешь не останавливайся никогда не обращай внимание на таких людей которые просто этого не понимают гни свою линию рисуй неси красоту этот мир я если видеть твои картины вживую к тебе самого так ты прекрасно рисуешь спасибо не останавливайся никогда ну спасибо за такое сообщение ну вот самое лучшее было бы вообще то к чему и стремились это каким-то образом чтобы был создан город будущего где художники ну я в том числе буду буду рисовать для этого города на стенах на тротуарах и люди будут приезжать ну или не города район хотя бы люди будут приезжать туда чтобы там жить именно в таком городе не серым вот вниз вниз не в таком городе не видеть из окна такие такие здания какие какие я сейчас вижу то есть там такие сбал серые болото зеленые такие одинаковые многоэтажки то есть а видеть красивые расписанные пейзажи то есть они будут жить как в музее только это будет на улице и вот если ты когда-нибудь там поселишься когда такой город будет создан ты там поселишься то ты будешь видеть каждый день как я рисую вживую картины мои вживую будешь видеть что они будут на стенах и на тротуарах города будущего я буду таким образом реализовывать свою мечту нести вот как ты пишешь красоту в этот мир и и мне уже не придется ну не обращать внимание на таких людей как были на том видео где на меня напали потому что не будет уже вокруг меня таких людей которые этого не понимают потому что это вот как мне пришла идея города будущего после того как на меня вот напали я понял что нет смысла то есть если бы я не пошел рисовать в своем городе тогда я кстати вдохновился ван гогом его решимостью то я бы так и думал бы что вот я даже не попытался своем городе ничего сделать не попытался сделать его красивым там ним не пытался ничего нарисовать на стене то есть или мало пытался а после того как вот я понял поскольку на меня напали я понял что невозможно вот в таких городах что-то делать я понял что нужно нужно вот создавать город будущего в котором поселятся именно те люди которые сами хотят жить в красивом городе там не будет тех людей они будут покупать жилье они не будут там не таких людей как та тетка на которой напала на меня то есть но или не только грамм если вот если ты пойдешь рисовать в таком городе как мой ну или в любом городе там старом то там в любом случае будет нападение и в любом случае там уничтожить эти все пейзажи которые нарисуешь то городе будущего и такого не будет вот конечно там хейтеры во всем мире там будет может быть будет ненавидеть этот город но я думаю в цивилизованном мире я не знаю там только порадуются за это и я считаю что вот после того как будет создан город будущего ну это может будет лет через сто через тысячу когда это будет создан город будущего тогда уже постепенно это будет новая эра в архитектуре и в градостроительстве уже это будет новое слово то есть люди поймут насколько хорошо жить именно в таком городе там это совершенно другой город такого еще никогда не было самом городе не будут больше таких вот не будет такого что кто-то будет нападать за то что я рисую там пейзажи но сделать это можно только сначала нужно об этом начать говорить то есть вот вот это видео когда ну стало там известно благодаря блогеру там начали мне сразу друзья добавляться писать а потом начали там ну агрессивно что-то вот каким-то образом нашли страницу этой ну вот это тот той кто напал на меня я вообще не понимаю каким образом то есть появилась там вот те кто оценили это и появились хейтеры как бы то есть ну хотя бы хотя бы уже начали говорить может быть об этом а вот то есть сперва нужно чтобы начали говорить о городе будущего вот вот как мне цель у меня есть на канале старое видео где этом сижу и говорю называется и мир начнет говорить о городе будущего по моему так называется это я год назад сделал то есть сперва нужно чтобы люди начали говорить о городе будущего и только этот как бы первый шаг ну что это очень сложно это чтобы ну реализовать эту идею очень сложно это нужно чтобы ну один я не смогу это сделать так дальше фил пишет ты так вдохновляешь то есть понимаете мы родились в гетто концлагерной архитектуре и мы все считали это нормальным мы даже не задумывались вот как в клетке родились и мы даже не могли понять что мы в клетке находимся что мы в ужасном находимся там в концлагере в общем что над нами издевались столетиями и вот они до сих пор вот власти москвы только сейчас за то что там обсуждать начали о том что нужно там нормальную архитектуру делать нужно у нас северная столица ну по примеру из севера евро и северной европы там хотят сделать архитектуру нормальную для глаз то что депрессия действительно у людей депрессия агрессия вот они живут в таком суровом климате где очень холодные цвета для глаз и архитектуры еще более убийственные для психики почитайте в интернете про вред панельных застроек панельные застройки там всякие почитайте про это насколько они вредные там опасных вообще всю правду про них узнаете что я их вообще немцы на завоеванных территориях застраивали чтобы подавить волю врага то есть чтобы людям хук плохо было на этой территории то есть а у нас вся архитектура состоит из панельных застроек задумайтесь так фил пишет ты так нахновляешь это как начало бойцовского клуба в двадцать первом веке 2016 года запусти что-нибудь чтобы все рисовали так удачи я я не совсем понимаю это как начало бойцовского клуба в двадцать первом веке видимо он умел уйду только в 2016 году я вообще не я насколько знаем это только в крупных городах там в западном мире там появился что он даже фильм про это сняли но ну да это в крупных городах только такое я маленьком городе здесь запусти что-нибудь то есть для этого нужно обладать лидерскими качествами нужно уметь общаться там с людьми с разными нужно там уметь в конфликтах там конфликтовать там побеждать там доказывать что-то а я вот этого вообще не умею я художник я всю жизнь рисовал молча и только недавно я начал там пытаться через блок там блок вести как-то общаться в москву там ездил пытался что-то выставку там проводил это нужно чтобы кто-нибудь кто обладает лидерскими качествами или кто умеет хорошо убеждать людей подхватил мою эту идею я-то идею могу у меня идея есть концепция есть и есть как поступки которые совершал нужно чтобы кинуть люди блогер там еще то ведь кто был обладать харизмой которые я вообще харизмой не обладаю то есть нужно чтобы они это поддержали и по ним как-то помогли я сейчас буду пытаться делать видео по социальному гиперреализму у меня цель проводить лекции по у меня концепция это социальный гиперреализм и город будущего город будущего вот город будущего это связано с тем что с тем видео где нам рисовал на меня напали то есть пусть распространять пусть блогеры это увидят там или какие-то люди кто может при помощи слова там или как-то повлиять на мнение людей то есть да у меня не получается влиять на мне где я художники могут молча рисовал 10 лет и мне я это не вот вот что я умею я могу у меня есть идея есть картины есть инцидент с моим участием да я бы хотел чтобы я рисовал да там люди блогеры ли кто они могли это как-то освещать это то есть своим словом так ну спасибо фил что-то написал ну так аня пишет я не знаю почему мне такая такую похвалу пишите я из владивостока и таких людей как вы в моем городе очень любят просто гуляя по городу можно видеть прекрасные вещи которые создали известные своих кругах художники дизайнеры ваш пейзаж великолепен я надеюсь что может быть когда-то вы оставите свой след и у нас в городе мы всегда рады пропагандистом творчества спасибо я вот я кстати очень удивлен что где-то в россии там нормально люди рисуют и вряд ли это так ну если вот какой то есть город где разрешено рисовать там на улицах то я бы с удовольствием приехал туда это бы порисовал я просто сомневаюсь видимо и какая-то есть ошибка все-таки там скорее всего запрещено рисовать не знаю да значит это действительно хороший город так петр пишется я надеюсь что у тебя все получится в твоем искусстве с наилучшим пожеланиям спасибо бьер настя так клёвый просто клёвый давай уже поправлять самооценку и и струническое положение не оправданно спасибо тоха то что ты делаешь это все круто и заслуживает уважение желающим твое действовать он там потом поправил что не оставалось очень не осталось без внимания и удачи в будущем спасибо но я как бы боюсь что вообще деятельность которую может вообще сама по себе деятельность вот у меня есть художник кто преподаватель по рисунку он ну там старше меня гораздо похож на тупака шаку кучина в общем внешностью чем-то похож и в общем он очень такой пробивной человек и он говорит смелый то есть и он бросил заниматься рисованием и отчаялся в общем я ему говорил звал сколько раз рисовать со мной на асфальтах но он ну короче она вообще все сломился человек при этом он очень сильный то есть он как ну как как тупак шаку кучи не помню как в общем похож и по такой очень дерзкий и уверенный он постоянно закаляется в общем он ушел из художки там из-за несправедливости какой-то преподавателем ушел туда больше уже не рисует и он говорит что добро наказуемо то есть это вот я кстати советую посмотреть всякие у меня блок там я выложил видео где я там еду на газели ну грузчиком я работаю ехали на газели грузчиком я там общался с человеком то есть вот по тому как люди разговаривают вот местные да можно определить вообще ментальность то есть когда например вот это выражение что добро наказуемое от художника который причем не отличается застенчивостью и он сломлен добро наказуемо деятельность наказуемая то есть это говорит о многом то есть чтобы понять вот ментальность до социальную душу общества вот этого местного нужно понять что люди говорят там или например там человек с которым я общался ну скажем так хороший говор сказал что он там в трусы прятал в карман там в трусах шил и прятал там документы и деньги чтобы не обывали то есть это представьте насколько насколько то есть я например видео вот это когда какое-то небольшое внимание к нему появилось все трома механик там сделал обзор я я не пришлось его удалить потому что там начали писать всякие гадости в адрес той ну тетки которыми обаллы то есть каким-то образом нашли ее страницу я вообще не понимаю у меня вот это по самая большая загадка как они как могли найти и страницу я даже сам это не я ни разу и не заходи на страницу мне просто ну неприятно в общем я удалил это то есть потому что вот это насколько еще рома механик сказал потому что я очень зашуганный то есть вот эти вот три 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 примера просто вот небольших это художник очень уверенный в себе там мы сильный человек который сломленный говорит что добро наказуемо постоянно повторяет потом человек груще и человек короче с кем я общался на газели записали видео там на канал все выложил рассказывать что там рассказал что он в трусы прятал там в карман деньги и документы чтобы не воровали и третье чем такие же люди то есть не вне враги какие-то такие же люди и третье это удаление видео вот это просто потом какая-то небольшое внимание к нему появилась из-за там неадекватных спамеров врачи все это говорит о ментальности душе вот этого общества о том как она может это говорит об этом обществе и вот чтобы отводили сразу без зима без внимания то есть а на самом деле опасно когда деятельность когда ты что-то делаешь это опасно в таком обществе и когда она не остается без внимания это тоже опасно очень и это большой стресс например вот эти художники недавно узнал о концепции как ним художниках кажи павленский там вот эти все арт-группа вот это акционисты акционисты я вот узнал недавно гораздо позже того моей деятельности по рисованию для города для города где-то красиво то есть я узнал об этом что там они вообще до 30 лет они после 30 лет просто живут на антидиаписантах у них из-за стрессов психика ну разрушается потому что ну из-за того что они сталкиваются с давлением там с непониманием с система на них там давит то есть противостоит им то есть а у меня получается вот то же самое примерно такая же была деятельность только я об этом даже не знал я вообще не знал о них я просто пошел рисовать для того чтобы сделать свой город пытался хоть что-то сделать для города чтобы он был красивым чтобы люди там возвращаясь с работы не хотели повеситься из-за того что серые грязные стены вокруг а и с надписями спрещенными всякими надписями ненависти к примитивным граффити и как полуапокалиптическая как будто война какая-то идет как полуразрушенные эти стены там а чтобы они порадовались и на меня напали и из этого то есть я рисовал абсолютно вот я ничего плохого не стал и пейзажки рисовал был нормально одет и это такой скандал вызвал такую ненависть на меня то есть там и меня и гомофобные выкрики в мой адрес был и в какие только спрещены там не влезли в этот не вопали на запись они то есть такая ненависть и там наряд полиции был вызван то есть я причем вообще не сопротивлялся я никакие провокации не делал я то есть такая реакция то есть и я понял что это сами они сделали из этого такой перформанс показывающий какое какое сейчас общество то есть так спасибо тебе я буду считать удача если будет создан когда-нибудь город будущего по моей концепции мои идеи и я бы хотелось чтобы кто-то мог мне помочь кто делает занимается моделированием в 3d редакторах там смоделировать этот город по моим рисунком моим идеям в общем пишите мне что и так же блогеров хотела поддержка что было к это михаил заявка друзья красиво рисуешь спасибо так нарисую рома механик это он же был как идея надо еще до этого думал нарисовать ну я уже так далеко думал рисовать блогеров я уже нарисовал там таниту штернхэн кстати могу сейчас где-то рядом здесь лежит показать помимо этих дартов вейдеров я еще нарисовал так блогера таниту штернхэн я и не смотрю просто сейчас покажу так это дартов вейдеры ничего не видно что темно в общем вообще нарисовал таниту штернхэн вот код который держит ее она не оценила это я и отправил фотку на никак не отреагировала и надеялся что она поможет мне этим перевести короче лекцию мою на немецкий язык или на английский и там чтоб я мог выложить в общем я не видимо не понравилось это такой рисунок может нарисую рома механика не знаю как будет время ну не знаю оценит ли он мне кажется тоже может не оценить так дальше он пишет а это владимир пишет вы бесповоротно удалили видео с инцидентом в своем городе а там вопрос задал ну да я думаю что хотелось сделать видео собственными размышлениями ну по-моему мне там на канале есть это там нужно поискать это видео называется рисовали на стене ой забыл хочу вторая что-то связанное называется рисование там из первая часть где я просто рисую там там видно как там все из двора короче ребята собираются то есть самоорганизация к это происходит то есть там люди я никого не звал люди сами заинтересовываться приходят начинают тоже рисовать там сейчас там дворовые ребята которые курили там ходили слонялись без дела они там интересуются искусством то есть это на самом деле интересно это очень здорово по-моему я бы и главное вот никто никто этим не заинтересовал видит что человек да ну что я там вокруг моего рисования собираются детвора там который вообще никогда люди которые совсем не интересовались никогда искусством никто не хочет это применить на какую-то пользу то есть никто из властей из организации то есть как будто какой-то мертвый вот как будто это реально одиночный гроб вот этот город как одиночный гроб мертвое все никому личность никому деятельность никакое творчество свидание не интересно просто это на самом деле ужасно и после того как там на меня напали вот второе вторая часть начинается с того как на меня нападают на две части поделено и после этого я просто никто все эти люди еще никто больше не рисовал ничего я больше не зал я в депрессии был все у меня друзья все которые только начинали появляться с моей деятельности рисования все пропали просто все исчезло и все на этом . поставь была поставлена да и после этого я начал там даже у меня настолько было плохо я все равно продолжал рисовать в одиночестве ходил еще эту тетку сталкивался с ней то есть я представьте идешь рисовать там такая на тебя такой взгляд такой полное мерзение смотрит я даже помню рисовал под впечатлением это рисовал ее лицо там ну по впечатлению то есть взгляд этот полное мерзение смотрит я сразу руки опускаются тебе не хочется больше ничего рисовать ты просто рисуешь для города ну для всего удовольствия тому на наждачках на своих этом ходил на бумагах рисовал и просто нету ни зрителей никого никакой интересно на площадь ходил там 0 внимание было я начал даже антидепрессанты принимать надеюсь что хотите хоть что-то мне поможет там хоть как-то что я чувствовал себя очень несчастным богдан заявка друзья я желаю вам успехов хочу чтобы вы закончили свою миссию даже миссии это называет вообще удивительно для меня надеюсь что вы не бросить свое дело спасибо за так дальше он пишет там в сообщениях у вас есть девушка конечно это не мое дело но все же рисовать трудно каждый раз надо придумывать новый пейзаж в голове все выглядит лучше чем наяву сама реализация подводит и мысли с голой и хорошие руки не могут это передать на холост как-то странно попробую более на более дешевых материалов вот у меня нету денег на холст не я нарисовал на самых маленьких там бумажках постепенно на больше переходил когда я уже там начал грузчиком вот у меня появились деньги на на более большие бумажки они на клочках таких рисовать маловато опыта сталкивать с такой проблемой ну да ну это все на я да я сталкивался со всеми проблемами этими я говорю и у меня нет воображения вообще у тебя есть воображение в это бишь мысли там а у меня вообще нету воображения я не знаю я рисовал некая-то энергия вот есть я никогда не все что-то это вот мрачная депрессивная живопись который называется социальным гиперреализмом я это рисовал ни разу не то есть это как бы это гиперреализм это это более большая реальность чем есть то есть это как бы понимаешь чтобы объяснить что такое вот то что я рисую это это как вот это со стороны увидеть то есть этот человек родился да в клетке да и в одиночной камере какой-нибудь или в концлагере да только здесь только ему внушают что это нормально и вокруг его родители тоже они ничего они считают что это нормально и он не знает даже об этом что это ужасно но он может чувствует это чувствует иногда но не понимать не дайте осознание у него нет почему он себя плохо вот так же и здесь люди живут это серая тяжелая архитектура давит на них и они не понимают на уровне сна и почему они так агрессивны почему у них депрессия почему они много пьют там или пытаются забыться но у них это происходит я как бы просто пытаюсь сублимировать это тоже я тоже как бы такой человек родился в такой же концлагерной архитектуре я просто пытаюсь это сублимировать это в творчестве я бы хотел чтобы люди тоже это делали и у меня я наверное может в москву поеду буду делать этот тренинг по выплескиванию агрессии чтобы короче у меня цель чтобы люди когда у с работы приходят на я сам с этим сталкивался когда родители приходили мама крещат там на детей ругаются там бьют то есть агрессию выплескивают либо телевизор смотрят там постоянно или в кино или напевается короче я хочу уменьшить уровень агрессии в обществе пытаться сделать такой вот мастер-класс по выражению агрессии короче через творчество через сублимацию творчества в москве там крупном городе попробуйте собрать ну короче следите за новостями на странице буду там объявлять придете там тоже будете там мастер-класс буду устраивать я помню в москве когда был ну вот в прошлом году я написал у себя на стене что вот там чтобы вы не кричали там суете нужно там организовывать нужно это мастер-класс по выражению этой агрессии прийти домой и там мне один мужик короче написал обзывал меня животным там угрожал короче и этот мужик был короче бывший трижды уголовником и наркоманом бывшему два раза старше меня то есть тоже ну такой тоже можно выводы сделать ну и в общем я после этого там очень сильно расстроился и реально считал что все меня час уже убьют там скоро за то что я пытался там помочь людям как творчество вот вот интересно интересно и давно сообщество рисуешь для города что эти красивые на тебя нападают тебя оскорбляют втаптывают пытаешься там помочь людям с агрессией справиться там через творчество они там угрожают тебе причем этот еще уголовник он бил бил короче на этом знал про него он бил женщину по лицу за то что она жаловалась когда она жаловалась на жизнь убил женщину по лицу то есть это это вообще просто само за себя говорит на самом деле очень печально это все сама реализация подводит так ну вот я сказал что у меня вообще не было никого там не зрители никого не воображение я обращался к классической русской живописи как-то вдохновлению к классической русской живописи передвижником художником так дальше максим твои рисунки чем-то момент рисунки курта бэйна ну и тут скидывай рисунки курта к бэйна на этом ответил ну спасибо я небольшой фанат круто к бэйна если честно так а рисуешь круто спасибо она давай дружить хорошо что ты вернулся не удаляй больше страничку спасибо максим пишет здравствуйте извините пожалуйста что болезнь друзья я смотрю вам личку просто никогда не могу смириться или быстро чем я не понимаю за что извиняться большая редкость вот такой такой вежливый человек писал вы не могли бы объяснить почему ролик механика удалили почему вы ограничили доску вашему видео что это вообще за женщина такая которая может доставить вам проблемы только из из-за того что левые люди кидают на нее ссылку в общем там механик не мог выложить этот этот ролик за из-за проблем с там короче партнерка ну из-за проблем как же партнерка из авторских прав там что такое была проблема потом как-то все-таки выложил и там ну на я вообще вы поразился я даже не знал когда он я думал он не выложит вообще и он выложил и я об этом узнал только после того там увидел что у меня в друзья добавляются много людей я был очень шокирован этим и там у меня стали писать там в общем ну поддерживать как-то меня говорили что короче и там агрессивное что-то писали ну по вот этой тетке там и дальше кто-то там потом скинул короче все было нормально но потом кто-то скинул стал кидать комментарии ссылку на страницу той ну того человека кто напал на меня и вызывал полицию и как бы это ну я вообще не понял как они нашли и короче ну это что-то ненормальное стало происходить но видимо для в рунете это обычное дело там ну это начали как бы как я понял ну как я узнал я сам не смотрел там ничего я просто так услышал что там начали и спами там писать всякое короче меня это стало очень ну не знаю и мне это кажется это ненормальным и мне это стало неприятно очень я в общем там ну ну в общем я не знаю очень и очень это неприятно мне стало но там просто когда она нападала она там не ну там это наверно не вошло она там печала что если ты еще будешь рисовать тебя убьют там и полицейский еще потом в конце когда меня все-таки ну повезли в этот участок там сказал что она короче какая-то там какой-то влиятельной фирме работает что у нее там короче что-то что-то такое да я не буду говорить но сказал типа что там это влиятельные люди там у нее связи там все такое короче как я не знаю кто может хейтеры ну короче да там в начале появились много людей от от механика кто посмотрели его видео и стали писать мне молодец сочувствовать да ну я понял что раз много людей появляется которые положительно что значит появляет опять скоро и хейтеры то есть не может быть чтобы в рунете не было там какой-то ненависти да вот и так и произошло появились хейтери они почему остановился что-то появились хейтеры и стали там ну может там не только хейтерики и писали просто но действительно в рунете очень агрессивно такое агрессивное пространство ну короче я уже много говорила о рунете и я не удивлен я вообще даже ну я я не удивлен вообще тому что произошло на самом деле ну точнее я был удивлен когда вот начали ее ее как-то нашли там начали ей что-то писать я я вообще не знал не понимаю до сих пор как можно найти вот человека ты не знаешь его там потому что на видео ничего не было ни фамилии ни имени там замыленное лицо лица были закрыты то есть я не понимаю как видимо это только из-за того что город очень маленький тут может быть кто-то ее знал и посмотрел мое видео и что-то скинул там кто-то может из моего города скинул я не знаю мне это вообще очень неприятно все тут как бы смысл то чего видео был в том что как у меня цель это вот я хочу чтобы гор город я просто хотел сделать город красивым чтобы людям было хорошо для людей вы почитайте про вот эксперимент делали в пространстве просто в офисном пустом развешивали картины классических русских художников ну или просто классическое при продукции и как это влияло на психику на работоспособность людей как это повлияло на поведение на личность люди очень сильно а если сделать это в рамках всего города то есть представьте будет меньше дтп будет меньше преступлений быть меньше ненависти ведь мы же люди мы живем для того чтобы нам было хорошо то есть почему мы должны прозябать в серости я не знаю тут как будто бы Это просто ужасно Я бы хотел, чтобы люди были счастливы Сам бы я был счастлив, если бы я мог Почему я начал рисовать? Когда мне было 15 лет Я был в депрессии Короче, 17 лет было Я в депрессии был, я окончил 11 класс У меня ужасное состояние было Я готовился к ЕГЭ по математике И прочее, у меня вокруг серость Лякоть, все серое, грязное было Хрущевки Ужасно Я еще был безответно влюблен Ужасно, я был в третий год или второй год без этого Ужасно было Друзей не было в школе, все ужасно И у меня пришло просто осенило Я понял, что я хотел бы рисовать Сам был бы счастлив Я вышел из балкона и посмотрел Там были бы красивые пейзажи на домах И люди были бы счастливы Я понял, что этого не хватает нам всем И вот, вот до чего это все довело Действительно Добро Но Проблемы только человеку приносит Или Деятельность там И внимание к нему Проблемы Я просто еще Я как бы художник Я не ожидал, что там столько людей Начнет Там 300 человек, наверное Мне в друзья добавились А на канале 500 человек подписались Но, как бы Я не знаю Интересно им вообще будет смотреть Творчество Это, ну, рисование Я вообще думал, что все Я не знаю У меня настолько такой сильный был стресс Я думал, что все Меня уже убьют там Короче А по поводу психолога Это не шутка, что правда Вы правда ходите к психологу? И он как бы ссылку дал на Мою там запись То, что я там назвал свою страницу Так В рамках преодоления низкой самооценки Мне психолог сказал, что что-то делать Человек пытается внушить себя Что он не такой отвратительный Как в обществе Зачастую люди относятся к друг другу И это люди сами себя считают такими Я так назывался Сунился по этой причине А не потому, что я такой Русскомерный Или еще что-то Такое, как думает Короче, я отвечаю Я не хожу к психологу Потому что у нас нету психологов Нормальных Это провинция В провинции Я тебе расскажу Я пошел к психологу однажды Короче, у меня была ситуация Понимаете, кто психолог идет Это человек, который скорее умнее будет Чем многие Потому что обычно люди Они здесь, ну Они ненавидят психологов Или вообще не знают этих существ Они считают, что это запад Запада пошло Там дегенераты Что им психологи нужны У них там семейные психологи По пять психологов на человека То есть считают, что это типа запада Да, все Но если вы пойдете к психологу То есть человек Чтобы он пошел к психологу Нужно понять Подумать Вообще осознанностью какой-то обладать Да То есть это уже говорит Не в плохую степень о человеке То есть это не обязательно На какой-то психопат Психопаты, они не пойдут к психологу Никогда Люди с отклонениями Которые действительно Проблему обладают И достоверляют И проблемы обществом Они никогда не пойдут к психологу Они считают себя самыми правыми Самыми лучшими Так то здесь в провинции Психологи, они могут Ну в России Здесь не развито вот это все Здесь нету Никто не следит за психологами Они могут как угодно Злоупотреблять Права нарушать человека И им ничего не будет Они могут издеваться Они То есть я пошел к психологу Горячкину И она просто Трижды нарушила Мои права То есть пациент То есть она Оскорбляла меня И моих родителей То есть за спиной Моих родителей Оскорбляла Она манипулировала Мною, шантажировала Угрожала мне Еще при постороннем человеке Меня обсуждала То есть я пошел Короче к ней Мне посоветовала Короче я пошел к ней Она платно Как только она поняла Что у меня денег особо нет Она начала оскорблять Как бы меня И моих родителей Я сразу сказал спокойно Что она еще так Ну с зубы там Оскорила И так На стол так облокотилась Типа ну В очках так смотрела Хищнически на меня И как бы А я не знаю У меня обычно Когда кто-то на меня нападает У меня наоборот Как бы у меня нет такого Что я в ответ Начинаю сразу тоже Как там Как зверь какой-то Я Как бы я просто Я до конца Верю что Человек там Не знаю Может понять Ну в общем Я это сказал Что вы же сейчас Хотите меня оскорбить То есть она говорит Она так еще сквозь зубы Да так ну И улыбалась Короче И она моего отца Там за спиной Там обозвала Короче Ну оскорбляла В общем И Ну я Я не знаю Я просто не решался уйти Не знаю почему Я боялся Может что-то Не знаю В общем я ушел И она позвала Моего друга Я очень есть хотел Я его звал Давай Хотя ну Короче мой знакомый Там был Ну такой Не близко знакомый Она его позвала И обсуждала Короче С ним Меня А потом Я зашел Сказал Давай Я есть хочу Давай уйдем Она как же Быстро заходи Мне сказала И мне показалось Что она сказала Она короче так Сквозь зубы Так резко Так как Она сказала Заходи Или Сейчас здесь Запрем Что-то Или Что-то Короче Она так и сказала Она на самом деле Сказала Заходи Или трусом Назовем То есть она Манипулировала мной Оскорбляла И манипулировала Ну я короче Пофиг зашел Там И она при мне Обсуждала с ним Потом типа Все мы ушли Короче Вот такая ситуация В Железногорске Произошла И как бы Ну И она Как бы Обладает тоже Она влиятельна Здесь короче Связи Это как Неофеодолин То есть у нее связи Есть Она может Мне Она может кому угодно Вообще Что угодно сделать И ей никто не сделает Она короче Типа какая-то Главная Врач Психолог Психиатр Психотерапевт Не знаю Короче Горячкина Она это Платный прием Там идет Короче Она может Это Человек в психушку Посадить Если захочет И написать Там диагноз Поставить Какой захочет А платный психолог Здесь очень дорогой И он Короче Если вы хотите Если у вас какая-то Если вы понимаете Вообще Здесь людям Многим психолог Требуется Ну и То есть Понимаете Просто Как люди решают Проблемы Они Вот я жил В Москве Жил Я знаю Что они решают Проблемы Алкоголем Насилием Агрессией Бытовым насилием На детей орут То есть Когда человек Плачет Да Или реагирует Неадекватно Когда ребенок Подходит Когда ребенок Боится Резошлому человеку Ну Своему там Родителю Сказать что-нибудь Это Это ненормально Они считают Что это нормально И Почему Потому что у нас Здесь Нету Человечества Нету Цивилизованности Нету Потому что Цивилизованный мир Там психологи Есть у людей Профессиональные Нормальные Не такие как Горячкина И прочее Их подобным А тут Как бы Вот такая ситуация И Нужно ехать В западную Европу Или в какой-то еще Цивилизованный мир Где развит Вот этот институт психологии Психотерапии Вам помогут То есть И мне вы помогли Там Здесь же К сожалению Все Все так вот Тяжело Стоит с этим Человеку приходится Я предлагаю через творчество Самовыражаться Но это тоже опасно Меня например Полицию вызывали За то что я просто рисовал На абстракции Мрачные На Бумагах На своих За свои деньги Заработанные грузчиком Короче Меня вызвали полицию И полиция приехала Просто Они стали снимать У меня в комнате Все Я просто Я был Ну Короче Меня увезли В психушку В общем Такое было Нет Я не хожу Если бы я жил В цивилизованном мире Я бы ходил К психологу Как и все нормальные люди Что всем Понимаете У нас еще разводы Постоянно Люди разводятся Постоянно Ну Почему Потому что Они Не обращаются Ну Они Не знают Как решить проблему И Они думают Что они Ну Они решают Через алкоголь Через попытаться Как-то забыться Пытаются забыться Через скандалы Короче И вот так вот люди живут То все ужасно Я назвал свою страницу Так Ульяна Заявка друзья Молодец Так держать Желаю тебе удачи Во большей поддержке У людей И тот кто упорно идет В цели Всегда достигнет Достигает больших результатов Спасибо А что так держать Я не понимаю У меня же Просто меня втоптали Там в грязь Я пошел рисовать Все втоптали в грязь Я Все Я не знаю Я ничего там Я на самом деле Считаю что это позорно Я долго боялся Публиковать Что я считал что это позорно Просто Что меня просто там унижают Что если я выложу Это будет просто Меня на видео Там тоже люди смотреть Будут тоже меня унижать Что здесь люди в основном Они Ну не в основном Ну я считал что люди Они в основном видят Когда кто-то орет на кого-то Да Если какой-то наглец Орет на скромного человека То Все на стороне наглеца Да Они как бы Здесь вот Такая Такая психология Как бы в основном Спасибо Привет Я тоже художник из Сибири Николай пишет Хотелось бы с тобой немного пообщаться Может даже дашь мне немного профессиональных и жизненных советов Ну я сам бы нуждаюсь В поддержке И в жизненных советах Ну Так Я вам написал Спасибо Благодарю Так Я вам отвечаю Очень приятно Но сейчас у меня могут быть проблемы За то что кто-то стал спам Ссылкой на его вк Расслайд Я долю свою страницу Но постараюсь вернуться С хорошими людьми Ссылку буду поддерживать Хорошо Я вас понимаю Пишет Можно ли вам задать личный вопрос Я просто хотел спросить о том Как вы заставляете себя Делиться своим творчеством С окружающими Просто мне страшно Я вообще Один страхом живу Простите Ну вот я и говорю Что да Люди вот в России Как правильно сказал Рома Механик Ну он про меня сказал Что зашуганные Да Видимо не один зашуганный То есть Я сам боялся очень Публиковать творчество И это вообще Вот Это просто вот такие убеждения Здесь которые Человека С рождения в крови Потому что Ты не должен никак самовыражаться Ты должен Ты там За любое там Что ты сделаешь Тебя будет Ты боишься То есть люди боятся Реально всего Такая ментальность Здесь к сожалению Так Если там Ну да То как бы да Реально Такая ситуация И да Тяжело Мне на самом деле Тяжело И сейчас Вообще Тяжело В душе Такая Ну на груди В груди У меня такое Тяжелое чувство Очень Как будто Кого-то плюнули В душу Просто Ну Просто когда ты Что-то делаешь Здесь Ну тебя Всегда будут Клеймить И гнобить Там И всегда будут Люди Которые тебя будут Ненавидеть Там И просто Тебе Какую-то Градость Будет Лить Или Ну заклемять Тебя Как-то То есть Такая вот Ситуация Не знаю Короче Как ответить Что меня заставляет Делиться С творчеством С окружающим Ну я просто Может быть Я просто читал Жажду жизни Про Ван Гога Ну и не только Я просто как бы Немножко взглянул На вот эти Западные художники Там у них Вообще Совсем другая ситуация То есть У них Такого Такого не может быть Как здесь То есть там Там у них вообще Свобода личности Там Уважение к личности То есть там Личность может Что угодно Творить Делать Никто не будет Это осуждать Там художники Могут что угодно Делать Их никто не будет Осуждать Потому что это Художник Он может что угодно Делать Там нет такого Это как в деревне В какой-то Ты Что-нибудь сделаешь У тебя там Заклемят просто А в цивилизованном мире Я не знаю Там художники Их просто Они там вообще Что угодно Вытворяют И их никто Не гнобит Никто лимит за это, не вешают на них какие-то ярлыки, там, не знаю, просто я просто думаю, вот, как-то, пытаюсь так представить, как бы я действовал, если бы я родился в таком мире, где свобода личности присутствует, где люди с уважением, где есть уважение к личности, вот, ты можешь почитать про западных художников, про Хундер Твассера, Антонио Гауди, там, про Ван Гога, вот, все, все там, что-нибудь посмотреть, фильмы, там, какие-нибудь про западных художников, не знаю, я тоже одним страхом живу, это, да, действительно, жутко, и вообще, я вот думаю, что, я вот говорил, что, еще думал о том, что я вообще, настолько было страшно, что я, единственное, что я видел выход, это просто вот в будущем я думал, что если я когда-нибудь буду, там, какое-нибудь творчество мое заметить, я буду зарабатывать, и, соответственно, у меня будет, там, меня еще больше людей гнобить, там, хейтера будет, меня постоянно будет клеймить, как-нибудь, там, если я даже стану хоть немножко, там, каким-то успешным художником, ну, вот так, относительно, то я думал, я буду просто, вот, думал, в будущем, там, подстараюсь, буду уже просто наркотики, они какие-то понимают, чтобы просто забыться, ну, потому что мне действительно тоже страшно очень, вот. так. Ульяна пишет, не думай об этом, просто, ну, я не советую никому наркотики, просто говорю, что, действительно, действительно, я понимаю, тебя, не знаю даже, может, нужно просто уехать отсюда, куда-нибудь, там, в цивилизованный мир тебе, и творить, там тебя никто не будет гнобить, никто не будет тебе, там, клеймо на тебя вешать, и тебе не будет так страшно, вот, ты попробуй, я вот не могу уехать. Не думай об этом, просто рисуй, ведь если пытаться понять, что хотят видеть люди, то ты можешь просто потерять свою индивидуальность. Мы рисуем не то, что хотят люди, а сами чувствуем насчет их предпочтения, я думаю, большей части, конечно, симпатичные пейзажи. А, это я спрашивал, типа, что мне делать, то есть, там, подписаясь, на меня писал человек, я спрашивал, я не знаю, что мне делать, чтобы им понравилось, там, ну, какие видео выпускать, там, дальше, потому что я думал, что вот то, что я рисую, это не будет интересно. А абстракционизм нам почти никто, к сожалению, нас не ценит. Если ты, конечно, говоришь о видео, то подкасты, правда, лучше. Я надену наушники. Так, подкасты, правда, лучше в виде аудио уклада, побольше делаю уроков по рисованию. Вот только мне, как раз, уроки рисования, кажется, никому не интересны. Я вот смотрел просто западный художник, этот Кевин Ойл Пейнтинг, посмотрите, там все художники улыбаются, все улыбаются, там, он говорит, «Хай, I'm Kevin Oil». Он еще таким голосом, они в виде всех художников, там, голоса такие, как бы, ну, немужественные. А если здесь посмотреть, то здесь все такие грубые голоса. Ну, какой от этого толк, если люди несчастливы? Я не такой радостный, как западный художник, поэтому меня никто не будет смотреть. Если тебе хочется поговорить с подписчиками, то почему бы не сделать стрим? Ты будешь рисовать и говорить, параллельно отвечая на вопросы подписчиков. Да, я тоже подумал так, но я просто думаю, что там будет еще, ну, неадекватно что-нибудь писать. Я не знаю, короче. Добрый день, Азель пишет. Александр, я посмотрел видео и хотел вам сказать, что вы молодец. Если вы хотите украсть стены вашего города, вперед не сдавайтесь. Всегда будут люди, которым это не понравится. Также есть люди, которые скажут, что вам спасибо, что вы делаете для своего города. Да, вот когда я рисовал это... Вот это видео. Видео это то, что было снято, где я рисовал. Там, да, прохожие, они действительно, даже далекие от искусства, они там благодарили даже. Ну, просто словами говорили спасибо. Я ожидал, что на меня сразу нападут, там, кто-нибудь, а они нормально. И там еще была ситуация, что перед тем, как вот это... Ну, вот этот человек напал на меня, да, там такая ситуация была, что я вообще вышел один рисовать, и там никого вокруг не было. Там подошел ко мне мой сосед, который тогда снимал рядом квартиру, тогда он был моим соседом, он был вообще каким-то военным, и он просто говорит, классно, там, давай, молодец, молодец. Короче, так очень активно, радостно к этому относился. И он это... Говорит, я тебя поддерживаю. И только он ушел, как на меня напали, как приехала вот эта вот белая приора, там, с полотными... Короче, какая-то машина, я не разбираюсь у них, короче, с полотными... Ну, короче, привезла, и все, началось вот этот ужас. И у меня потом после этого вообще было... Ну, после нападения на меня, у меня просто это... Температура была по всему телу, ну, как их радило, то есть из-за стресса. Так... И у меня просто... Короче, я просто стал гораздо несчастнее вообще, чем был до этого в своей жизни. Всегда будут люди, которые... И я хочу сказать, что в ЖЭКе мне сказали, что если ты пойдешь там, даже соберешь подписи у людей с дома, чтобы они согласились, там все равно кто-нибудь один, жилец, скажется, кто напишет заявление, и все. И пофиг на этих 99% кто согласится. Кому-то не понравилось, все. Уничтожат тебя, заберут, короче, такая ситуация. У вас хорошо получается рисовать. Надеюсь, у вас все получится. Спасибо. Привет, Деус пишет. Узнал о тебе благодаря Рои Механику. Я тоже отправил лично оригинал видео своим друзьям, чтобы они ценили его без комментариев блогеров. Все без исключения встали на твою сторону. Ну, спасибо. Ну, это было, да, до поры до времени. Потом там уже появились хейтеры. Я хочу, чтобы ты знал, ты вдохновил меня на реализацию чего-то подобного. Ну, спасибо. Я тебе хочу сказать, что я был очень несчастлив. вообще просто вот я рисовал, и у меня не было никогда счастья, потому что у меня... Я хочу сказать, что вот люди, они вообще как бы еще... все мы, мы еще не привыкли к тому, чтобы как... для нас как бы большой стресс. И вот если вы почитаете по психологии, по физиософии, там... Короче, у людей вот стресс накапливается, если они делают что-то для других, то есть не для себя, потому что мы как бы еще не вышли на тот более высокий уровень, да, чтобы делать что-то для других, там, а не для себя, там. Мы можем это делать, но у нас накапливается стресс, как бы, в организме. То есть, например, вот Гитлер, он... Короче, я у Дениса Борисова смотрел, он говорил, что вот Гитлер, например, он вначале делал все для народа, для людей, да, а потом, короче, он устроил такую разрушительную войну. И он объясняет это. Почему? Потому что у человека, когда он делает что-то для других, у него стресс накапливается внутри, и он обязательно потом вырвется в разрушение. Человек либо себя будет разрушать, либо окружающих. То есть, этим объясняется, почему, например, алкоголики, которые там ради жены или ради... Ну, им там сказали, вот там ради общества или еще кого-то закодировались или бросили пить, они потом еще больше начинают пить, срываются, и они, короче, потом вообще умирают от этого. Если бы они просто пили для себя и не бросали бы, они бы не умерли, а так они умеряют. Или, например, я потом развивал эту тему и в подкастах своих, кстати, касался этого, но я их потом удалил, потому что я стыжусь вообще своего голоса. И, короче, я там говорил о том, что художники вообще, я вот почему, я думаю постоянно о художниках, что художники, они почему пьют, там, курят, я вот так думал, или наркотики, потому что они, короче, делают все не для себя, а для общества, для людей. А представь, если ты вот... Я тоже рисовал для города. А представь, если ты рисуешь, а никакого... никакой это... Отдачи нет тебе... Ты рисуешь за свои деньги, горбатишься, никакой отдачи. Еще на тебя нападают за это. То есть, у тебя не только стресс, у тебя еще больше стресса, потому что тебя гнобят еще за это. Нападают за это. У тебя друзья из-за этого теряются, ты там в страхе живешь ужасно. Ты представь какой-то стресс. То есть, я тебе говорю, ты будь осторожнее, это опасно в России, художникам, или вообще быть человеком, ну, каким-то опасно. Это стресс большой. Ты, если делаешь, ты делай для себя, там, не знаю. Это страшно, действительно. Или если тебя и будет кто-то оценить это, то, что ты делаешь. Это рожденский на стенах, в лифте или пизажах, на троце желудома вместо матерной надписи и свастик. Я реализую и продолжу то, что ты начал вместе со своими близкими. Но это, на самом деле, как бы, очень здорово. Ты, как бы, ты лучше это, лучше нам, как бы, понимаешь, объединиться, Deus объединиться и начать продвигать эту компанию города будущего, чтобы мы потом рисовали в городе будущего или в каком-то районе, чтобы нас не втаптывали в грязь вот так. А люди же приезжали и жили в таком городе, в таком районе и радовались, потому что, представьте, какое-то счастье будет. Я готов даже, чтобы просто скромно буду рисовать молча и уходить, а люди будут жить, радоваться. Я потом буду приходить там с утра рано рисовать, когда никого нет, потом снова уходить, они будут там ходить, радоваться. Мне пофиг вообще на плоды. Я просто хотел бы жить, рисовать до самой старости в городе, где люди будут радоваться, потому что я рисую, понимаешь? Мы можем объединиться, ты там напиши там, не знаю, что. Давай вместе будем видео делать, давай будем там пытаться как-то блоги распространять эту идею, короче, мою. А если ты будешь в таких вот городах серых рисовать, то это будет как будто ты, вот как со мной было, ты как будто ворвешься в какой-то сарай, да, грязный, попытаешься зажечь там что-то, ну, лампу зажечь и тебя обитатели там просто сожрут, и лампу твою, которую ты зажег там, чтобы светить, сожгут там, сожрут, короче, будь осторожней. И даже если это не принесет никаких результатов, ты, короче, снимай это на видео все и выкладывай, понятно? И что все это будет стерто и внесется обратно в серость, я надеюсь, что зажгу в какой-то... Короче, снимай это на видео и присылай там мне привет из Москвы, мы тебя поддерживаем, не сдавайся, спасибо. Может быть, я когда-то приеду скоро опять в Москву, потому что здесь в городе нечего делать просто, не работа, ничего нет. И дискриминация по типу характера, там, я интроверт, например, меня там постоянно докапываются, сколько я не устраивался там, докапываются за то, что я молчу, там просто нетерпимость людей в Москве, такого нет там гораздо... Ну, там тоже это все есть, но там есть и хорошие люди, так что тебе тоже привет, если я оповещу на странице, когда я поеду в Москву, может там увидимся, там не знаю, я буду нуждаться, если что там во вписке, там, если что, если есть возможность, то буду благодарен. Дальше. А, ну и все, в общем. Ну, я выложу это, ответ на вопросы, дальше буду, наверное, выкладывать. Ну, правда, возможно, я все это удалю, потому что меня будут, там, в комментарии какие-нибудь агрессивные напишут или еще что, короче, или просто уже забыли обо мне, там, все. Так, и напоследок, я хочу что сказать. Короче, у меня это... Появилось много сообщений после того, как Роу Механика тот обзор сделал, я его, кстати, не смотрел, потому что я вообще никакие статьи, вот где меня хвалят, там, или что-то защищает, я не смотрел, потому что у меня, не знаю, какая-то проблема, я сильно тяжело переживаю, когда... Короче, не могу это объяснить, в общем. У меня накопилось вам сообщение, я на некоторые ответил, я буду дальше их отвечать, потому что у меня просто сердечный приступ случится, если я все сообщения просмотрю. Еще на Ютубе у меня появились. Короче, на Ютубе у меня много комментариев, там, там, видео, которое удаляло, там, комментарии тоже удалились, я поэтому не успел ответить, так что, какие там есть видео, где кто что смотрел, я отвечу, короче, вот у меня на Ютубе 60 комментариев, там, скоро отвечу, сниму видео, но если я, конечно, от сердечного приступа, не умру, прочитаю эти комментарии, там, сильное волнение, там, у меня уже сердце начинает болеть, в общем, я художник, надеюсь, поймете это. Все. 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 Продолжение следует...